всем привет сегодня рассмотрим вкратце постараемся рассмотреть проблемы которые есть при выделении памяти в куче то есть при работе с динамической областью памяти вот то есть кто-то мог и не догадываться о том что могут быть подобные проблемы итак рассмотрим на нескольких примерах давай первый пример где как бы проблем нету но который у нас демонстрирует что он у нас демонстрирует я здесь просто вывожу адреса для меня есть вот массив указателей и каждому элементу ну и не тут не 10 элементов тут 5 по моему вот я выделяю память вот 200 байт длиною и вывожу как бы значение этого адреса то есть последовательно под каждый элемент массива выделяю память и вывожу его адрес вот давайте запустим и глянем что там будет вот по хорошему обычно как бы адреса располагаются друг за другом ну то есть вот это вот первое первый элемент массива и 2 между ними почему-то вот такое вот значение но мы не в этом будем разбираться вот проблемах будем разбираться в проблемах которые присущие при работе с динамической области памяти вот так вот дальше посмотрим 2 3 4 элементы 2 вот ну даже вот 1 2 3 4 5 вот у них адреса между ними разница в 208 байт вот ну то есть можно сказать вот в наши там 8 200 байт плюс еще там адрес какое-то смещение ну получается 208 то есть это это не суть вот и вот здесь мы выделяем вот 3 3 4 5 элемент и вот у них идут адрес очки то есть выделилась 200 байт но 208 возьмем вот плюс 208 вот это значение и дальше как бы менеджер памяти находит что после вот этого адреса плюс 208 есть еще то есть свободный участок памяти выделяется там память и как бы и так далее вот соответственно идет такое последовательное выделение то есть памяти вот ну конечно же если у нас здесь между этими молоками не вызываются еще какие-то наши функции которые выделяют память то есть я думаю это вы понимаете вот то есть мой самый простой вариант рассмотрим есть то есть убедились дальше теперь давайте посмотрим пример 2 что у нас примере 2 примере 2 в примере 2 я освобождаю память вот смотрим вот у нас есть последний элемент вот его адрес я сделал free для этого участка памяти и выделил новый участок памяти точно также длиною 200 байт и в данном случае система мне нашла тот же адрес далее что я делаю дальше я освобождаю память от last минус 2 то есть 1 2 3 вот вот этот участок памяти и дальше следом я выделяю 200 байт соответственно мне система находит тот же участок памяти который был до этого потому что я следом вот смотрите вот я освобождаю память и дальше выделяю точно такой же участок памяти соответственно менеджер памяти мне и находит тот же самый адрес вот вот если бы я выделял бы вот после освобождения к примеру а лок сайс плюс 1 то тогда бы уже адрес это был бы другой потому что вот в ту ячейку потому что между этим адресом как бы между этим и этим ровно по 200 байт ну по 208 там вот соответственно если бы я выделял 201 то уже этот адрес уже не попался бы на как бы менеджер памяти уже не нашел бы вот но мы об этом это как бы рассмотрим дальше вот соответственно мы смотрим да что у нас этот пример демонстрирует то что принципе освобождаем память если выделяем такой же участок памяти то есть вероятность того что сразу же адрес будет тот же но таким же вот есть теперь давайте рассмотрим пример 3 в примере 3 вот то есть это будет на гитхабе это как вот такая демонстрация вот если вдруг что-то забыли то можно уже готовый код посидеть поэкспериментировать что я делаю в примере 3 в примере 3 я выделяю память уже немного больше чем предыдущие участки ну к примеру смотрите вот last вот у нас был последний выделенный участок памяти я его освободил сделал free и выделил 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 сколько для последнего а локсайз то есть 200 плюс 1 адрес данном случае тот же почему тот же ну потому что это последний элемент соответственно освободив его у нас эта память освобождается и еще плюсуется сколько там после последнего элемента осталось ну то есть давайте схематически вот выделяю память вот там это будет аллокейтед да означает соответственно вот здесь у нас гуляй поле чистое место значит я освобождаю последний элемент он был 200 байт и выделяю 201 байт соответственно здесь хватает 201 байта то есть это понятно теперь смотрим освобождая память для вот берем последний элемент и минус 2 вот вот этот адрес освобождаю вот я пишу и выделяю сколько выделяю 200 плюс 1 соответственно что у нас получается вот смотрит этот каждый участок памяти этот блок равен 200 байт но 208 вот 200 соответственно я беру от последнего и освобождаю вот этот участок соответственно нас освободилось сколько 200 байт но я выделяю 201 байт значит вот это вот сюда уже не помещается значит у нас выделяется скорее всего берется последний выделенный участок и сколько он там занимает считается и после него выделяется эти 200 байт соответственно здесь мы видим что освободил я вот этот адрес предпоследний минус 2 до а новый адрес уже совсем другой то есть предыдущем примере я выделял точно такой же участок памяти и адрес у нас такой же был в этом примере когда уже выделяю память чуть чуть поболее то уже адрес совсем другой есть это разобрали осталось 4 5 и 6 теста то есть тесты в которых уже собственно говоря сама суть этого всего вот ну вот тест 4004 у нас просто демонстрирует что демонстрирует да ничего как бы по факту в цикле пять раз выполняется выделение освобождение памяти и как мы видим пять раз одни и те же адреса то есть раз выделилась память 2 выделилась память потом раз освободилась free 2 освободилась соответственно на следующей итерации у нас опять менеджер память находит те же смещение те же адреса вот как бы ничего такого ничего такого и теперь давайте рассмотрим пример 5 то есть пример 5 я расписал еще схематически вот потому что сейчас сидеть и вычислять вот эти адреса это как бы занятие хорошее но не для записи видео вот единственное что мы можем здесь посмотреть это то что у нас был цикл он у него было 5 итераций и мы можем в результате поставить взять вот этот самый начальный адрес то есть взять конечный адрес и минус самый начальный адрес и посмотреть не сколько какая между ними разница что оно нам даст вы сейчас поймете смотрим на схему то есть этот пример я увидел как бы я хотел другой пример придумать ну как придумать показать но мой пример был достаточно сложным этот пример я увидел в книге бьяна страус трупа бьерн ярная страус трупа программирование принципы и практика использования c++ вот котором он показывает вот такой пример где есть как бы какое-то некое сообщение есть ноды узлы и эти узлы формируются на основе какого-то входящего сообщения то есть приходит сообщение и на основе его формируются две ноды два узла вот соответственно сама сообщение она занимает больше байт чем эти узлы узлы как бы я так понимаю содержат просто какую-то информацию которая извлекается из сообщений но в самом сообщении есть еще дополнительно какая-то информация это я так чтобы короче это не обращайте внимание это просто для того чтобы потом адреса были рядом находились они 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 вот так забыли это теперь смотрим вот классический пример вот pm указатель на сообщение message и вот мы выделяем память то есть пришло сообщение посетим мы знаем какое но там выделили память вот дальше выделяем память для узла 1 вот потом там что-то разбираем 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 и освобождаем память для который выделялась для сообщения после чего выделяем память для узла 2 вот ну и печатаем эти адреса и вот так вот в цикле мы работаем вот теперь смотрите я это из изобразил схематически вот весь этот процесс вот здесь выделяем память для нашего сообщения в данном случае но в два раза больше чем наш узел так так вот выделили дальше выделена память следующим шагом выделяется память для узла выделили выделили дальше освобождаем память для нашего сообщения вот она здесь было сообщение мы освободили то есть это 200 байт следом мы выделяем память для нашего одного узла для но 2 менеджер памяти находит тот участок памяти где до этого было сообщением message так так отлично вот что остается после первой итерации узел 2 находится вот здесь узел 1 находится вот здесь есть следующий трасс это то что уже есть память выделяем память для сообщения менеджер памяти ищет вот здесь свободный участок непрерывной длины есть он нету значит он после него выделяет дальше выделяем память для ноды 1 вот да кстати могу найти вот здесь но 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 странно ладно но это мы сейчас увидим это вы можете раз расписать адреса вот выделяем память для сообщения для ноды потом сообщение чистим и выделяем сообщение для ноды 2 она помещается в этот участок памяти вот то есть это тот случай давайте я изменю давайте давайте изменю поставлю тут 190 вот вот 190 потому что если было бы 200 то при 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 выделении для ноды то у нас надо поместилась бы сюда потому что здесь сколько 100 и оставалось бы еще 100 а в данном случае у нас занято 100 и остается сколько 90 но до 1 не влазит в эти 90 соответственно перемещается сюда вот теперь смотрите итерации за итерацией у нас получается вот такие вот дырки дырки в памяти то есть их можно назвать дырками вот то есть и их можно даже причислить к утечкам памяти вот потому что ну если наша программа это к примеру она работает на встроенных системах и как бы в основном это идет разбор каких-то сообщений входящих парсинг их не там извлечение информации и рассылка всего этого другим клиентам вот и количество памяти там ограничено и если там доступна работа с динамической областью памяти частенько бывает такое на встроенных системах вам бы этот количество оперативной памяти мало соответственно там тупо запрещен доступ к таким функциям как мало к либо c++ оператор new вот они запрещены в целях безопасности поэтому там обычно работает либо с памятью на стеке либо лучше всего с глобальной статической памяти сразу там выделяются все нужные объекты которые нужны нужны как бы объявляются и дальше с ними идет работа вот теперь я думаю вы эту проблему поняли да вот эти трассы за итерации у нас появляются такие дырки в данном случае это будут дырки в 90 байт и не узел не сообщение в эти дырки влезть не мог соответственно получили два сообщения и в результате мы имеем две дыры 90 плюс 90 180 байт это у нас 100 100 100 100 то есть 400 и плюс к ним две дыры длиною 180 байт как бы что очень немало а вот если брать это встроенные системы к примеру там где количество памяти ограничено вот соответственно у меня когда-то было видео по поводу структур по упаковке этих структур вот потому как то есть как влияет до расположения данных различных типов на конечный размер структуры вот где мы пришли к выводу что сначала там наименьшее надо тип размещать но это самый такой простой способ дальше наибольшие то есть сначала чары потом шорты к примеру а потом аж дабл ну или сложные уже типы вот соответственно и были примеры сколько памяти можно сэкономить то есть сколько памяти гуляла ну и плюс ко всему этому еще там была затронута тему упаковки структур вот и т.д. и т.п. соответственно ко всему этому еще добавляется да вот такое вот знание о том что могут быть дыры в памяти вот если опять-таки не аккуратно это использовать теперь давайте рассмотрим 6 пример все его запускать не буду он схематически у меня расписан потому что запускать это надо брать калькулятор и высчитывать эти адреса так давайте 190 поставим вот что меня здесь делается меня сначала выделяется память для узла 1 узла 2 а только потом для сообщения потому что сообщение она потом у нас чистится соответственно самую последнюю очередь но теперь давайте схематически рассмотрим узел 1 выделился узел 2 выделился выделилась память для сообщения память для сообщения освободилась следующая итерация вот то что у нас уже есть память узел 1 выделился узел 2 выделилась память для сообщения сообщение было освобождено то есть участок памяти как мы видим в таком варианте у нас никаких дыр нет а ну и плюс когда я запускал пример 5 я говорил что можно взять вот этот адрес 940 и минус 11 0 ну потому что все остальные цифры тут совпадают вот и вот втором варианте разница между эти адресами по моему было там 700 байт при варианте 5 разница была по моему там два килобайта то есть 2000 чем-то байт вот это вы можете проверить сами так вот как вы видите буквально небольшая перестановка вот и у нас уже дыр памяти нету и память расходуется ну получше да вот соответственно соответственно вы должны знать о текущей проблеме то есть как и в структурах данных наших собственных небольшие перестановки могут значительно уменьшить объемы данных да когда там у нас миллион элементов или 2 миллиона элементов находится вот точно так же и здесь ну и для борьбы с этим то есть стандартных средств нет потому что эта задача не такая уж легкая это раз и во вторых она не всегда там даже если реализовать какой-то алгоритм она не всегда эта задача может быть решена правильно ну то есть без ущерба к программ без ущерба программе потому что там могут храниться адреса какие-то не на эти адреса уже кто-то может ссылаться если же мы будем выполнять система сама будет выполнять уплотнение данных то есть двигать эти данные да то адреса на которой уже там какие-то перемены или объекты ссылаются они могут быть уже указывать не не на те данные да потому что к примеру вот здесь у нас уже там пару объектов ссылается на вот этот адрес но после того как система решит автоматически уплотнить это после освобождения м когда увидит что идет запрос на выделение памяти на вот ну к примеру или после освобождения сообщения то она решит уплотнить сдвинуть вот эти данные соответственно адрес вот этот как был вот здесь он так и остался но вот это н уже сместилась вот сюда к примеру да и уже тот адрес указывает чуть-чуть на другие данные соответственно эта задача кажется вроде и не сложная но на самом деле она довольно таки сложное уплотнение соответственно для этого есть различные способы о них мы как-нибудь тоже поговорим что-нибудь сделаем попробуем вот но вкратце скажу есть различные коммерческие библиотеки то есть которые продаются за деньги за доллар и возможно за другую валюту а вот которые ем у себя контролируют чтобы не было вот таких вот дырок но опять таки они эти библиотеки не универсальные то есть с ними нужно правильно уметь работать ну вот и для каких-то задач как еще помимо коммерческих библиотек что еще использовать используют еще такую штуку как pull pull это когда у нас объекты выделяется одинаковых кусков ну длиной то есть куски одинакового объема то есть для этого пишутся соответствующие библиотеки собственноручно то есть какие-то возможно мы когда-то и напишем pull вот и то есть одинаковых кусков выделяется память то есть данном случае к примеру пол был бы ну пусть 200 байт то есть там было бы сообщение и были бы узлы вот соответственно для каждого узла лишние 100 байт бы бы были бы лишние 100 байт вот но зато тогда гарантировалась бы что не было бы вы вот таких вот скажем дырок вот вот таких но все зависит конкретно от задач имеет ли смысл или не имеет есть у нас много объектов разница у которых не большая там плюс минус 20 байт то я думаю имеет смысл создавать пул вот если же вот такая вот разница 90 байт то лучше переформатировать код так чтобы то что мы освобождаем выделялась 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 последнюю очередь соответственно и она и освобождалась но тут по принципу то что выделяется первым выделяется последним освобождается так и здесь то что последним выделилась на память для сообщения она освобождается самым первым вот это а принцип работы стека так вот второй способ борьбы с этим всем добром это создание стека вот соответственно выделяется память вот memory 1 memory давайте вот так вот сделаем 2345 и освобождается только последний участок соответственно вот эти каждый участок может быть абсолютно разной длины и дырок между ними не будет так как у нас есть доступ только к вершине стека то есть самому последнему элементу соответственно вот м к примеру 100 байт это 12 байт давайте memory еще там тысячу байт выделили поработали освободили добавили memory 12 байт потом опять memory 200 байт как вы видите у нас доступ только к последнему элементу есть и соответственно эти участки могут быть любой длины и никаких дырок здесь не будет соответственно утечек памяти здесь тоже не будет вот но опять-таки это конкретно под какую-то задачу я думаю когда-то мы это тоже сделали вот поэтому вот такие проблемы есть при работе с динамической областью памяти что все что все плюс плюсе как других языках не знаю а вот вот-вот-вот возможно там все в пул закидывается и никаких вот таких дырок нету как бы есть понятное не не докидывание какой-то байт да вот здесь к примеру было бы 200 и соответственно 10 байт гуляла бы но это такое этим можно там пожертвовать но все зависит от задачи вот поэтому я думаю кто-то что-то новое узнал о том что есть какие-то вот такие проблемы поэтому будьте внимательны всегда при написании кода при составлении структур данных правильно их укладываете упаковываете имеется ввиду располагаете в правильном порядке также при выделении памяти ну как бы это все очень критично к мбд системам встроенным к не встроенным системам обычно это не критично памяти довольно немало там 48 16 гигабайт на обычных пользовательских компьютеров вот соответственно ну какие-то таких проблем вообще не должно быть но вдруг вы решите там написать что-то там купите arduino или подобное да там небольшой компьютер который можно запрограммировать подключить кучу датчиков то при написании кода будьте очень внимательны и потому что если вы где-то вылезли с памяти ваше устройство не не будет работать почему она не будет работать вы понимать не будете сложно будет понять вот поэтому все на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ну и ждем новых видео все всем пока